Построенного архитектором Николас Альви не проходит, пожалуй, ни один из гостей Рима. Туристы приходят не только полюбоваться его уникальной красотой, но и бросить фонтан-монетку, чтобы вернуться в вечный город Солы. Бросать ее нужно правой рукой через левое плечо. Вот только отцам города от этой традиции радости мало. Она наносит серьезный вред шедевру. Если вернуться на Виадель-Курсо, то отсюда мы быстро доберемся до Пьяц де Испания. Справа от Виадель-Курсо расположены самые изысканные и роскошные магазины Рима. Где можно купить все, что душе угодно. Конечно, при наличии необходимой мелочи в кармане. Вскоре мы выйдем на самую, пожалуй, популярную среди туристов площадь Рима – Пьяц де Испания. Элегантная и легкая Испанская площадь мгновенно очарует вас. Нарядные перила, ступени и площадки ее лестниц образуют гармоничный ансамбль, неотделимый от людей, расположившихся на ступенях. Наверное, каждому, кто приходит сюда, хочется сесть на ступеньку лестницы, сфотографироваться, насладиться здешней атмосферой или просто полюбоваться красотой. Площадь увенчана церковью Тринета де Монти, а вокруг нее разместились знаменитые дворцы. На маленьком треугольнике Пьяцета Миньянелли возвышается античная колонна, воздвигнутая здесь в 1856 году, в напоминании о догмате непорочного зачатия. «Ла Барача» – фонтан у подножия испанской лестницы от рада римлян и туристов в жаркие летние дни. Народ говорит, он был устроен здесь после очередного разлива Тибра, когда сюда принесло лодку, и она так и осталась и здесь. На площади, окруженной дворцами, впрочем, как и во всем квартале, есть магазины, художественные галереи, отели, кафе, траттори и бары. Не найдется ни одной улицы, ни одной площади, где бы не было бара. Они – неотъемлемая часть римской жизни. Здесь римляне пьют по утрам капучино, днем эспрессо, после работы встречаются за аперитивом, а вечером приходят поболтать с друзьями за бокалом виног. Итальянский образ жизни. Виа Мерулан ведет прямиком от церкви Санта Мария Мачори самый значительный для христиан-католиков церкви Сан-Дживани Флатерана. Эта самая крупная католическая церковь является в то же время епископской церковью Папы Римского. Здесь, в этой церкви и в прилегающем к ней дворце Палаццо де Латерана проходили важные церковные соборы. Последний из них, реформаторский, состоялся в 16 веке. Солидный Палаццо де Латерана принадлежит Ватикану. Здесь находится его руководство. Находящийся перед ним обелиск самый высокий и старый в Риме. Внутри церкви много надгробий и позолоченный деревянный алтарь. За ним служили первые 33 римских епископа, от Петра до Сильвестра. Справа и слева Неф украшен четырехметровыми статуями апостолов. Тенистые аллеи ведут к Тибурскому острову. В честь греческого полубога Асклепия, чьим символом является змея, римляне воздвигли здесь храм и святилище. Позднее оно стало первой больницей Рима. Сейчас на острове к нему ведет самый старый в Риме мост Понтифабричо, тоже есть больница. Отсюда можно отправиться на экскурсию по Тибру и полюбоваться городом Сильвестра. Эту часть города можно смотреть и сидя в экипаже. Дорога у подножия одного из семи холмов ведет к храмам Весты и Фортуны Мириле. Оба храма прекрасно сохранились. Дальше по той же дороге находится Пьяца Бока-де-Лаверита. В древние времена здесь был рынок, а теперь на его месте стоит церковь Санта-Мария с романтической колокольней. Римляне и туристы приходят к Бока-де-Лаверита, кустам истины. Размер отверстия, проделанного в этой древней маске Тритона, таков, что туда как раз проходит рука. Раньше люди считали, что если в него попытается просунуть руку лжец, то рот закроется. Над церковью между холмами Палатин и Алитин находится парк Дель-Чирко-Массимо, парк, устроенный на территории цирка Максимус. Говорят, что в хорошие времена эта самая древняя спортивная площадка вмещала 380 тысяч человек. Здесь проводились заезды на колесницах. Многие из виденных нами в городе Абелисков перенесены отсюда. Прогулка и ужин в Трастевере будут замечательным завершением дня. Трастевере – самый демократичный и типичный римский квартал. Его обитатели считают себя подлинными потомками древних римлян. На больших и малых площадях квартала кислит жизнь. Романтические рестораны с налетом старины и с отличной кухней приглашаются клянуть в гости. Правда, не все из того, что вы увидите здесь, действительно старинное и подлинное. Однако, противостоять обаянию этого квартала трудно. Да и не к чему. Продолжение следует...